Татьянин день. Как отмечают День Российского Студенчества? Поздравляю с этим прекрасным днём, Днём Российского Студенчества. Действительно, этот день, какой исторический, корнями своё прошлое, это всегда был яркий, эмоциональный праздник для студентов. Я думаю, вы с удовольствием его отмечаете. Рустам Мениханов посетил Казанский Федеральный Университет. Казанский Федеральный Университет чтит память своих деятелей. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Александр Фирсов. В День Российского Студенчества Татьянин день состоялась пресс-конференция министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова для представителей студенческих СМИ и Молодежного медиа-центра Миноборнауки Российской Федерации. В ней приняли участие обучающиеся из 25 вузов, в том числе из новых субъектов страны. В их число обошел и студент 4-го курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета Илья Андреев. У нас новостная программа, которую ведут только студенты. Например, есть итоговая программа, которую ведут для перепредавателей. Я вот сам в прошлом году вел программу на английском языке для международных партнеров. Мы рассказывали про новости в университете. Что если создать какой-то стриминговый ресурс СМИ, который охватил всю Россию, скажем, и каждый федеральный субъект готовил прямую трансляцию интересных лекций. Вот как Вы считаете? В ходе мероприятия был рассмотрен широкий круг вопросов, среди которых развитие и популяризация отечественной науки, задачи по достижению технологического суверенитета, поддержка студентов и молодых ученых, организация образовательного процесса в вузах, продвижение студенческих медиа. Надо просто поизучать, посмотреть. Сама идея по себе интересная, но надо посмотреть, как ее в техническом плане организовать и в содержательном. И можем ли мы это все реализовать силами студентов. Потому что я так понимаю, что мы же в данном случае опираемся на инициативу студентов. И я понимаю, о чем идет речь. Это такая более живая информация, опять же, в круглосуточном формате. Не знаю, я готов подумать. И давайте ее проработаем, к нашей очередной встрече зафиксируем, потом вернемся, посмотрим, получается у нас это или нет. 25 января – день, в котором сплелись множество традиций, за которым стоит богатая история. Символично, ведь именно в эту дату празднуется и День памяти святой мученицы Татьяны Римской, и День студента. Как отпраздновали в Казанском федеральном университете, расскажет наш корреспондент Карин Саяхова. 25 января для одного из старейших вузов России, Казанского федерального университета, не просто дата в календаре. 25 января – День российского студенчества и памятный день для всех Татьян. Мероприятие по случаю его празднования началось в главном здании Казанского университета, где ректор вуза Ленар Сафин встретился со студентами-активистами. Медовуха, народные танцы, чак-чак и безудержное веселье. Так обучающиеся сообщили почетным гостям о том, что в городе начались празднования в честь Дня российского студенчества. В белом зале ведущий рассказал гостям о Всероссийском Дне студентов Казанском университете и пригласил для приветственного слова ректора Казанского федерального университета. Ленар Сафин рассказал об истории торжества и поздравил всех к нему причастных с этим памятным днем. Поздравляю с этим прекрасным днем, днем российского студенчества. Действительно, этот день уходит исторически, корнями свое прошлое. Это всегда был яркий, эмоциональный праздник для студентов. Я думаю, вы с удовольствием его отмечаете. И мы будем это поддерживать. 25 января не только День студенты, но и День всех Татьян. По случаю такого важного праздника мероприятие плавно переместилось в здание культурно-спортивного комплекса «Уникс», где зрителей и гостей вуза ждал праздничный концерт. Самые активные студенты подготовили масштабную программу – вокали, хореографические композиции, театральные постановки и видеопоказы. Что произошло? Это правда тебе не по зубам. Но я расскажу. Это было очень, 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 очень. Недавно. Это было позавчера. Мы даже можем это показать. Помню я тот день, когда исполнил свою мечту. Как давно желал я быть студентом КФУ. И пусть тяжело, все ночи без сна. В душе мне тепло, во мне полный заряд. Я люблю тебя. Мероприятие также посетили министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков, помощник президента Республики Татарстан, руководитель Республиканского отделения Российского движения детей и молодежи Движения Первых Тимур Сулейманов и президент региональной молодежно-общественной организации Лига студентов Руфат Киямов. Я горжусь тем, что я выпускник Казанского университета. Я поздравляю вас, дорогие студенты, с тем, что сегодня вы отмечаете День студента. И не только у Татьян сегодня двойной праздник, но еще и праздник сегодня у всех студентов Казанского университета, потому что вы еще отмечаете то, что вы студенты именно Казанского университета. Это очень круто. Поэтому вот поймайте вот это вот ощущение и это чувство сопричастности к чему-то большому, с огромными традициями. Бесспорно, День студента, иначе именуемый как Татьянин день, является одним из самых ярких праздников, которые во все времена проходят в Казанском федеральном университете с большим размахом. Такие знаменательные дни напоминают о достижениях студентов Казанского университета, победах в научных направлениях, спортивных соревнованиях, в творческих конкурсах и успехах в общественной деятельности. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Никита Акиншин, Ленар Гизатулин, Андрей Богудинов, Универньюз. В честь Дня российского студенчества Казанский федеральный университет посетил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. О том, как прошла встреча иностранных студентов Казанского вуза с Рустамом Менихановым, расскажет моя коллега Аделина Абдурахманова. 25 января в нашей стране традиционно отмечается День российского студенчества. В этот день поздравляют учащихся и преподавателей вузов. Наиболее одаренных и самых прилежных студентов награждают почетными знаками. Так, в Казанский федеральный университет с поздравительным визитом приехал президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. На встрече присутствовал ректор вуза Ленар Сафин. Хочу поздравить вас. Очень красивый, добрый праздник. Мое пожелание, чтобы вы самая активная часть студенчества уже, несмотря на свой возраст, достигли больших успехов тех, кто не направляет. В начале мероприятия Рустам Мениханов выступил с торжественным словом и поздравил студентов Казанского федерального университета с их праздником. Далее ребята задали президенту Республики Татарстан несколько вопросов и выразили слова благодарности. Так, например, первокурсник из Луганской народной республики поблагодарил Рустама Мениханова за возможность обучаться в Казанском федеральном университете. Во время мероприятия президент Республики осмотрел Центр цифровых трансформаций и пообщался со студентами. Ознакомился с научными проектами студентов, пообщался с преподавателями волонтерских движений и судотрядов, а также Рустам Мениханов посетил открытый урок татарского языка для иностранных учащихся. Те направления, которые для Казанского университета, мне казалось, вопросы микроэлектроники, работотехники, мы все время смотрим и на полис, там другие наши, здесь у вас очень серьезно работают и в этих направлениях. Вы попали в прекрасный коллектив, опытных преподавателей в ЛУС, которые с такой мощнейшей историей. И, конечно же, ваша активность, она... В финальной части мероприятия Рустам Мениханов отметил важную систему наставничества для молодежи, а также назвал своим главным учителем первого президента Татарстана Митимира Шаймиева. Аделина Абдрахманова, Универ Ньюс. Уже 20 лет подряд Казанский федеральный университет устраивает Всероссийскую научно-практическую конференцию «Литература, ведение и эстетика в 21 веке». О том, как университет чтит память своих деятелей, смотрите далее. В Казанском федеральном университете состоялось открытие Всероссийской научно-практической конференции «Литература, ведение и эстетика 21 века», посвященной памяти известного филолога, кандидата философских наук, педагога Татьяны Геллер. В этом году ей исполнилось бы 90 лет. Это доцент Казанского педагогического университета, которая почти 40 лет вела кружок эстетики. И вот в память ее, по инициативе ее учеников, не моей инициативе, была организована вот эта конференция, которая 20 лет существует. И пока мы будем живы, мы будем, я думаю, продолжать эту традицию. 20-я юбилейная конференция проходит по 7 секциям. Литература 19-20 веков, литература 21 века, компаративистика, история культуры и эстетика, литература ведения и история культуры, актуальные проблемы преподавания дисциплин гуманитарного цикла. На 4 из этих секций представят доклады более 50 учащихся. Также на базе лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета состоится методический семинар по преподаванию гуманитарных дисциплин. Здесь встречаются три поколения. Мы, выпускники Татьяны Александровны, студенты, которые сегодня обучаются в Казанском федеральном университете, и школьники, ученики, которые, надеемся, тоже будут продолжать наши традиции. Связь трех поколений, которая продолжается на протяжении всех этих лет, она помогает сохранить память об этом замечательном человеке, который очень много сделал для развития литературы веческого и эстетического образования. На трехдневной конференции будут представлены выступления, раскрывающие проблемы изучения поэтики художественных произведений, диалога литературы и культур, а также посвященные взаимосвязи различных видов искусства. Мероприятие проводится Казанским федеральным университетом совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok